Вот ты это обсуждала, как то, что является, ну там, основанием, да, вот этой самой американской нации, хотя там можно обсуждать, что это такое, можно дискутировать, вот это очень высокая степень религиозности, начиная от первых пилигримов, я с тобой согласен. А если бы религиозность? Сейчас, сейчас, вот у меня к этому, вот ты прям знаешь, да, я вот к этому хотел спросить. И это, между прочим, в мире так очень сильно подавалось, что американцы это религиозная или даже сверхрелигиозная нация. Они вот это вот собираются, они вот это вот поют. Мои продвинутые британские знакомые, да, вот как бы из таких научных семей оксфордовских, они говорили, с американцами очень трудно, у них бог на первом месте, а мы наука, мы наука, говорили британцы. Я говорю, ну, бог ли у них посмотрит. И вот этот антураж, вот эти все действия. И вот сейчас мы смотрим на это, от однополых браков до всех этих трансформаторов, как опять же было сказано, трансгендеров, да, точнее, конечно же. Вот, это полная дихристианизация всей страны, перефразируя опять же. Вот скажи мне, как, да, огромный антураж, имидж сверхрелигиозной страны и вера, что сами такие, а потом за 10 лет в ноль? Не за 10. Ну хорошо, за 20. Скажу, ты знаешь, у меня есть собственная теория, никому ее не навязываю, почему это произошло и что вообще происходит. Есть же много объяснений. Самое распространенное и на самом деле глупое и нелогичное объяснение тому, что происходит, ты часто наверняка его слышал, все его слышали, что вот этот золотой миллиард хочет, чтобы люди перестали рождаться и прочее. Это все чушь собачья, потому что люди перестают рождаться как раз в этом самом золотом миллиарде. А за пределами золотого миллиарда они рождаются, ой-ой-ой, как? То есть тут логики совершенно нет. Если предположить, что золотой миллиард просто решил уничтожить сам себя, ну это интересная логика. Но вряд ли. Эти же идеи не распространяются на исламский мир. Наоборот, они еще больше отдаляют исламский мир от неисламского. Они не распространяются на Китай. Они не распространяются очень много на что, на Индию в основном. Как они отделяют и заставляют еще больше уходить в свою религиозную отдельность тот же ислам, мы же видим на примере Чечни. Вот вы же видите все, как воюют сейчас чеченский народ за наших, за нас, за всех, за своих, за наших, за нас всех вместе. За Родину. Но если вы послушаете и Рамзана Кадырова, и их духовных лидеров, вы поймете, что это не только за Родину. Это за такую Родину, в которой... Есть место Богу. Конечно. В которой нет гейпарадов, в которой нет ЛГБТ, в которой разрешено быть вот такими строгих правил мусульманами. Жить по своей вере, по своей религии. И я совершенно уверена, что если бы это было не так, им бы не было с нами по пути. Не было. Если бы у нас Путин, как в Америке Байден, сейчас говорил, ах, как жаль, что в некоторых регионах страны все еще не разрешают четырехлетним детям менять пол. Ну, я бы посмотрела, что бы говорил Рамзан Кадыров по поводу того, по пути нам. И не только Рамзан Кадыров. Да. Ну, это условно, я говорю, да. Что произошло у них, если есть время на эту теорию? Ты сам спросил. У меня куча вопросов. Давай теорию, а потом уже перейдем. Это вопрос, который действительно интересует очень многих людей, интересующихся политикой. А другие люди не смотрят твою программу, правильно? Раз люди включили и смотрят, то они точно этим интересуются. Значит, Америка действительно, во-первых, нация искусственно созданная, как мы понимаем. Есть нации, ну, подавляющее большинство наций, нации созданные естественно, естественным образом, в силу там столетий, столетий. А это в очень короткий срок искусственно созданная нация. Это не хорошо и не плохо, просто это так. Она и как нация-то стала нацией, в нашем понимании нации, ну, от силы, от силы, я бы сказала, лет, может быть, 70 назад, от силы. Потому что еще в начале 20 века это все равно были. Здесь итальянцы, здесь ирландцы, здесь китайцы. И это было очень, ну, звучное такое понимание. Все равно еще было очень много иммигрантов первого поколения, которые не говорили или плохо говорили на языке. И такое разделение такое было, да, и цепляние за свое этничество. Настоящая ассимиляция, настоящее сглаживание произошло, ну, уже сильно позже, уже глубоко в 20 веке. На мой взгляд, я сейчас не цитирую никакого историка. Настоящее черное так и не произошло. Да. Это мне так кажется, я не претендую ни этнограф, ни историк, ну, так наблюдая за этим, всем так кажется. Вот. Эта нация была создана фанатиками. Людьми, которые склонны к истерическому фанатизму. Потому что для того, чтобы погрузиться в 1620 году на Мэйфлауэр со всем своим скарбом, со своими детьми, женами и ехать фиг пойми куда, фиг пойми зачем, где-то с 50% вероятностью умрешь по дороге, еще с 30% оставшейся от 100 вероятности умрешь там в первый же год, не пережив первую же страшную зиму или какую-нибудь стычку с индейцами. Это как фанатично надо отстаивать свои ценности, которые на самом деле от ценностей того региона, который заставил тебя туда уехать, отличаются как вот, с какого конца яйцо разбивать, да? Чтобы на это пойти. И она всегда такой была. Меняется только предмет, вектор, куда направлен этот фанатизм. Он теперь изменился сюда. Это началось не за 10 лет. Мы просто этого не видели. Я прекрасно помню, как в 95-м году, когда я туда приехала учиться, все пребывали еще немножечко в шоке от того, что в 94-м году вышел первый сезон сериала «Фрэнс». Это такой сериал американский, который вот для них, это же нация, она же нация, воспитанная массовой культурой. Мы нация все-таки воспитанная литературой. Извини, две минуты договорю. Я нормально. Мы все-таки нация, воспитанная литературой в целом и может быть советским кино. Они нация, воспитанная комиксами, марвелами. Это, безусловно, так и есть. Сериалами, развлекухой. В лучшем случае мюзиклами. Да, мюзиклами. Ну, мюзиклами уже поменьше. Вот. Супергероями. Вот вся вот эта американская там... Ну, понятно, в общем. И этот сериал, который для Америки, как для нас, Евгений Онегин, то есть, ну, такая неотъемлемая, безусловная часть культуры, во многом описывающая вообще нацию, да. Он начался в 94-м году в первой его серии с того, что заходит главный герой к своим друзьям, очень грустный, и сообщает им, что от него ушлась жена, потому что она поняла, что она лесбиянка. И все это подано так, что мы должны относиться с сочувствием к ней и как бы с такой насмешкой к нему. Тогда еще, это было шоком, шоком. И я помню, что в 95-м году, когда я училась там в школе, в школах США было запрещено произносить слово гомосексуализм учителям. Было запрещено вообще говорить на эту тему, что бы то ни было, законодательно запрещено. Если тебя застукали за том, что ты ведешь об этом разговоры с детьми, ты вылетала из школы. Представляешь, сейчас как? Вот как это качнулось. Сейчас сериал «Фрэнс» невозможно показывать, потому что он сейчас выглядит по их новым правилам антигомофобным. Так вот у них эта новая религия, вот эта вот, это называется «Воук», да, пробужденный. У этой религии есть свое название, у этой религии есть свои святые, у этой религии есть свои еретики, есть свои отщепенцы, есть своя система наказаний, есть своя система слов, которые можно произвести, как у любой религии. Это новая религия Америки. Она тоже закончится? Посмотрим, когда. Ты знаешь, теория очень правдоподобная. То, что это светского типа религиозное движение, я точно с тобой соглашусь. Если бы не эфирные ограничения, я бы подольше про это говорила, с кучей примеров. У меня просто вот сомнений в этом нет. Это вот по сути новая религия. Да. Да, но при этом ты про сериал, знаешь, вот я вспомнил, Байден в шестом году, выступая у себя, значит, там в Конгрессе, говорил, что брак это исключительно брак мужчины и женщины, и в Америке не может быть по-другому. Говорил Байден, 2006-й, но это уже меньше 20 лет. Меньше 20 лет.